Вот в этом здании, в котором мы сейчас находимся, вы видите, скрывают полы. В 165 детском саду, как после бомбежки в игровых комнатах, скрыты полы и снесена часть стен. В ближайшее время тут начнут полностью менять коммуникации. Первым делом отремонтировали кровлю и заменили окна. За полувековую историю детсада это первый капитальный ремонт. В этой части детского сада номер 165 ремонт начался еще 1 марта. Сейчас здесь уже поберены потолки, установлено освещение, отопление и поклеены обои под покраску. Как говорит руководство детского сада, цветовой. Здесь будет нежно-персиковый. Закончить ремонт стоимостью 37 миллионов рублей планируют 20 августа. До начала учебного года в детский сад должны завести еще и новые оборудования. Из оборудования ждем новые оборудования в прачечной, в пищеблоке, мебель для детских игровых комнат. А уличное оборудование, в общем, обновимся. В этом году в Татарстане капитально отремонтируют 110 детсадов и еще 39 школ. Причем до 2020 года в республике необходимо отремонтировать по 720 из более чем 2000 детсадов. Лично у меня никаких сомнений нет. И мы с 2012 года проект реализуем по школам. Были ли сомнения? Сомнений не было. Все школы отремонтированы, у всех прекрасная инфраструктура, все функционируют. Поэтому по детским садам, я думаю, никаких вопросов возникать не будет. Дай бог, чтобы экономическое состояние нашей страны и республики было хорошим. И мы ежегодно получали соответствующие финансирования на проведение работы. Из республиканского бюджета на капремонт будет выделено более 2,5 миллиардов рублей. За качеством работ пристально будет следить специальная комиссия. Участие родителей в качестве экспертов не требуется. А вот их участие в финансировании ремонта детсада или школы не возбраняется. Если родители собрались и готовы оказать содействие в ремонте, я, в принципе, не считаю ничего такого неестественного в этом вопросе. Если это с точки зрения финансового контроля, это сделано все правильно. Позиция министерства, никто, никого родителей, родительского общества, принуждать собирать деньги на капитальный ремонт не может. Но при добром согласии, конечно, это возможно. Мы за инвестиции в образование. Как было отмечено на брифинге татарстанской программе капремонта, в России аналогов нет. За пять лет в республике на обновление 778 школ и детских садов было выделено более 12,5 миллиардов рублей. Ирина Горбунчикова, Дмитрий Рыженко, Телеканал Эфир.